Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТНТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии, как всегда, замечательные гости, журналист Павел Маргулян и писатель-публицист Марк Котлярский. Добрый день, друзья! Американский еженедельник Тайм назвал 16-летнюю шведскую, как принято сегодня говорить, экоактивистку Грету Тунберг человеком 2019 года. В формулировке по поводу этого они написали следующее. Грету Тунберг стала наиболее убедительным голосом, рассказывающим о самой важной проблеме нашей планеты. Я бы, может быть, воздержался от обсуждения, какая у нас сегодня на планете главная проблема. Я хотел спросить вас о другом. Дело в том, что в шорт-листе журнала, помимо Греты, значились спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг, президент США Трамп, председатель КНР Си Цзяньпин, американская футболистка Меган Рапино и анонимный офицер ЦРУ, сообщивший о содержании июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Скажите, у них были шансы перейдить Грету Тунберг, Паша? Трудно сказать. Не знаю, из чего исходил. Видимо, смотрите, практически все названные люди находятся на грани конфликта, связанного с импичментом. Видимо, Таймс решил не занимать какую-то сторону, потому что неизвестно, куда это выйдет, а пойти в сторону экологии и назвал эко-активистку Человеком Года. Я думаю, что здесь вот у журнала была такая политика. Что ты думаешь по этому поводу, Марик? Я вообще, ты знаешь, Саш, ты прочитал список, я подумал просто сразу, у них еще с головой все в порядке в журнале Таймс. То есть, они бы еще назвали какого-нибудь, я не знаю, какого-нибудь бота, который, так сказать, оказал влияние на выборы президента США в 2016 году. То есть, подобного бреда я вообще не видел. Человек Года. Кто эти люди? Какой был принцип отбора? Причем тут офицер ЦРУ, который, так сказать, настучал, сообщил нарушил должностную инструкцию, передал содержание разговора. То есть, что в этом такого, чтобы его отмечать как человека Года? То есть, а то, что они во главу угла поставили как бы вот эту якобы экоактивистку, то есть, тоже не говорит в их пользу. Я еще понимаю, когда там Таймс делала Человек Года Путина. Да, вот можно как бы это объяснить. Трамп был в 16-м году. Трамп был, да, там Путин. Как бы люди, которые оказывают какое-то то или иное с плюсом, с минусом, другой вопрос. Влияние на мировую политику. Это понятно. Но когда во главу угла ставят бедного несчастного ребенка, который, так сказать, 16-летнюю девочку, которой надо, скорее всего, требуется помощь. Ее сторонники вообще обижаются на это. Ее сторонники могут обижаться дальше, да. Ее сторонники такие же обиженные жизнью, как эта несчастная Грета. Мне ребенка жалко. То есть, как бы, вообще девочка 16 лет, из которой делают очередную там икону. Я, кстати, читал очень любопытные комментарии по этому поводу, что на самом деле есть действительно серьезные экоактивисты, серьезные экологи, которые очень много делают. Профессиональные. Профессиональные, которые очень много делают для сохранения планеты. В Израиле очень мощная организация зеленых. То есть, как бы, есть огромное количество людей, которые заслуживают действительно того, чтобы их назвали человеком года. Но не этот человек. Поэтому, как бы, насчет там шансов, я думаю, там очень хорошо просчитали журнале «Цаймс», что, скорее всего, что вот это даст журналу какой-то определенный рейтинг, и они поэтому отвели пальму первенства вот этой бедной несчастной девочке. У меня тогда для вас сюрприз, провокационный вопрос отчасти. Помните ли вы имя Северн Судзуки? Наверняка нет. Она была очень популярна, ее имя было очень популярно в начале 90-х годов. Это тоже, тогда ей было 17 лет, она тоже боролась за экологию и прославилась тем, что выступала в Рио-де-Жанейро на саммите ООН по поводу сохранения экологии, земли и прочее, прочее. И заявила, я боюсь выходить на солнце не из-за озоновой дыры, а потому что не знаю, какие химикаты содержатся в воздухе, которым я дышу. Ее тогда называли девочкой, которая заставила мир замолчать на 5 минут. Она 5 минут выступала. Ее, как я понимаю, не докрутили. С Гретой получилось лучше. Денег больше вложили, Паша. Гретта выступала на трибуне ООН. Это достаточно того, чтобы быть освещаемой, скажем так, в мировой прессе. Если Марк не понимает, Гретта была... Выбирали людей, которые делают новостные заголовки. Еще раз скажу, не Нэнси Пелоси, не этот офицер. Трамп уже был. И сделают человека, связанного с импичментом, если импичмент удастся, что маловероятно вообще. И поэтому сейчас это идет в процессе. Гретта, как мне кажется, стала на грани борьбы сторонников и противников Трампа. Мне кажется, это очевидная вещь, потому что на фоне выхода Трампа из климатического соглашения в Париже, Гретта была как альтернатива. И все люди, которые поддерживают ее, которые против выхода Трампа, потому что, как мне кажется, поступок Трампа, это просто вот у него во многих его решениях, мне кажется, ситуация такая. Он спрашивает, что делал Обама, и делает наоборот. И поэтому одно из первых его решений было это заявление о том, что мы выходим. Я знаю просто реакцию людей, которые близки к научным кругам, связанным с экологией. И когда они услышали, что Трамп из США, как основной взносчик в эту программу, выходит, они схватились за голову. Как можно, потому что есть очевидные статистические факты, что с экологией надо что-то делать. И поэтому они были возмущены этим. Гретта привлекает к этому внимание, потому что можно спорить, что с климатом это цикличность на цикличность. Но то, что загрязнение воздуха, машины, нефть, уголь, Индия, Китай, смоги сплошные, это же, конечно же, есть. Недаром сейчас это выливается в борьбу, может быть, на местном уровне. Вот сегодняшнее новое, что муниципалитет Элата запретил пользоваться пластиковой посудой одноразовой. И это сейчас распространяется во всем мире. И, наверное, в этом тоже заслуга Гретта, ее выступление в ООН. Потому что засорение мирового океана же идет, очевидно. – Марик, не доложили денег? – Да нет, там никакой заслуги Гретта. – Канадской девушке. – Делают вот эти иконы. Это вот какая-то привычка поднимать на щит какого-то человека и делать из него икону. Борются огромное количество организаций, которые борются и боролись за экологию. Конечно, в эту девочку просто не доложили денег. Здесь явно стоят Греты, естественно, совершенные... Опять-таки, у меня претензий к Грете нет, чтобы не подумали, что я-то выступаю против нее, как против... У меня претензии к тем, кто ею пользуется. А ей, безусловно, кто-то пользуется. За это, безусловно, кто-то стоит, кто-то должен был ее провести. Выездить на трибуну, так сказать, дать ей слово, распиарить ее. Явно там вложены в это дело, в эту раскрутку огромные деньги. Под неким благовидным предлогом. Под неким благовидным предлогом. Поэтому какая-то заслуга Греты, Паша. Ну, а кись вообще. Девочка несчастная, которая требуется действительно подход, лечение. Погладить, поголовки ее надо. Отправить в школу, пусть учатся вообще. Так сказать, ее привезли. Кстати, хороший вопрос. Ты прав. Я удивляюсь, когда она учится. Вот, а вы это тоже задавали? Из нее сделали какую-то икону, какого-то кумира, какого-то идола, который... Вот тебе, здрасте. Пришел человек с откровением. Иисус Христос. Вот я вам сейчас правду расскажу. А до этого мы не знали, что происходит с экологией. До этого никто не боролся за экологию. Доборется огромное количество людей. Огромное количество и перебарщивают. И, возможно, Трамп прав, что вышло из этого климатического соглашения. Потому что очень часто под благовидными предлогами пилятся просто элементарные бюджеты, которые не идут на экологию, а идут на какие-то любые другие цели, но только не на экологию. Поэтому как бы не все так просто, как нам кажется. Марин. У вас ситуация гораздо сложнее. Я сейчас тебя порадую. Порадую. И людей, которые разделяют твои взгляды. По поводу Гретты уже неоднократно проводились разного рода исследования социологические. Так вот, согласно этим исследованиям, если вы подвергаете сомнению то, что говорит Гретта, то вы, скорее всего, цитирую, «белый гетеросексуальный мужчина среднего возраста, который ненавидит любые меньшинства, зато обожает хищнический капитализм, убивающий нашу планету». Конец цитаты. В связи с этим, друзья, у меня к вам вопрос. Интересно, кто я тогда. Да. Означает ли это, что, скажем так, у общественности или общественности пытаются не просто заткнуть рот, а навязать то, что называется групповую идентичность, Паш? Я не согласен с Марком под неким благовидным предлогом. Это благовидный предлог, он не некий. Борьба за экологию – это благовидный предлог. Если кто-то там где-то распиливает деньги, то это не значит, что борьбу надо прекратить. Понимаешь, Трамп может контролировать деньги, которые дают США в этой климатической организации и так далее, но не выходить из нее, потому что бороться за экологию надо. Промышленности у нас становится все больше, машин все больше, пластиковых там разных бутылок, посеклянных посудов все больше. С этим надо бороться. Использовали Грету для этого? Да ради бога, пусть использовали, чтобы привлечь общественное внимание? Ради бога, пусть привлечь. Надо привлекать общественное внимание. Чтобы экологические организации в разных странах стали больше уважать и как-то по-другому правительство к ним относиться должны быть. Для этого использовали Грету. Так нормальный предлог для меня, вполне нормальный предлог. Привести ее, наверное, договорились, чтобы именно выбрали ее. Она, кстати, не первый день борется за экологию. Она там посвятила свои небольшие годы сознательной жизни, борьбе за экологию. Ну, это всегда так. Понимаете, послы доброй воли, киноактеры, там Джелина Джоли. Ну, кто? Она киноактриса. Можно сказать, зачем она борется, кто она такая вообще? Берут всегда знаковых каких-то фигур или делают знаковую фигуру, выращивают знаковую фигуру, чтобы она обращала внимание мирового сообщества на какие-то благородные цели борьбы за экологию. В данном случае ничего плохого. Дело в том, что сторонники Греты Тунберг очень часто ее сравнивают с пакистанской девочкой. Зовут ее Малала Юсуф Зайк, которая в 2014 году получила Нобелевскую премию. Ей было тогда 17 лет. За борьбу против притеснения детей и молодежи и за право детей на образование. Вот насколько корректно сравнивать Грету Тунберг с Малалой? Совсем разные люди, совсем разная борьба, совсем разные идеологи. Белые пытаются выдать за черные и наоборот? Да, это просто очередные игры, это просто очередная игра в поддавки. Это просто очередные мифы, которые, так сказать, тиражируются разного рода людьми, для которых там Грета повод или не повод. То есть и то, и другое, я считаю, в нашем сегодняшнем мире, это такая некая игра безумная. Когда, так сказать, вдруг дети, если помните, мне очень нравилось в этом плане присуждение Бараку Обаму, Абамы Нобелевской премии мира за намерение. Да. То есть, как бы более бредовый формулировки очень трудно было. Но почему? Нас на Танягу сейчас за намерение судят. Да, за намерение можно судить, восхвалить и так далее, восхвалять и так далее. Все это лишний раз доказывает, что на самом деле все это называется одним словом – показуха. Это та показуха, которая приносит деньги, это та показуха, которая приносит раскрутку, это та показуха, за которой на самом деле скрываются действительно серьезные проблемы, о которых надо говорить, о которых надо бить в набат и так далее. Это то же самое, что вот эта знаменитая компания Мету, я тоже, да, это ведь борьба с сексуальными домогательствами, которая зашкалила уже вообще за все мыслимые и немыслимые границы, закрывая тем самым действительно серьезные проблемы насилия, действительно серьезные проблемы нарушения личного пространства. Вот это все показуха, которая никакой пользы не приносит ни экологии, ни личной жизни, ни философии, ничему. Это показуха, которая ставит своей целью определенные какие-то ориентиры и отражает интересы каких-то определенных кругов. Я не верю в эти искренние намерения всех этих лауреатов Нобелевских премий, которые непонятно за что, за намерения получали премии. Это все равно, что я бы получил сейчас премию за то, что я хорошо посмотрел там на Павла Маргуляна. Если я плохо посмотрел, то мне не надо присуждать премию. То есть, намерения, какие намерения, за какие намерения надо присуждать Нобелевскую премию мира? За какие намерения надо делать эту несчастную девочку, греку, человеку? Мальчик, насчет премии за посмотреть на Павла Маргуляна надо фонду Генезис предложить. Генезис давно был закрыт, но вообще давно был. Предлагаю, прошу вас ответить еще на один вопрос. Цитат известного публициста российского Константина Эгерта. Константина Эгерта, он написал о Грете так. Нам не требуются манипуляторы и торговцы страхом, собравшиеся вокруг Греты Тунберг и требующие от нас подчиниться им здесь и сейчас. Превращение населения планеты Земля в глобальный детский сад с воспитателями и вождями. Последнее, что нам нужно, в том числе и для борьбы с изменением климата. Вожди всегда ошибаются, а обычные люди, вооруженные здравым смыслом и самоуважением, способны свернуть горы. Конец цитаты. Вопрос к вам, друзья. Может быть, автор одновременно демонизирует Грету и идеализирует обычных людей, Паша? Ну, я не согласен, что вожди далеко не всегда ошибаются. Еще раз, Грета с ее помощью привлекает внимание к реальным проблемам, связанным с экологией. Я не вижу в этом ни показухи, потому что они есть, и с ними надо бороться с этими проблемами, и правительства должны что-то делать для этого. В каждой стране есть проблемы с экологией. Нет страны, в которой нет проблем с экологией. Какого плана эта проблема, у каждой страны, наверное, есть свои особенности. Грета привлекла к этому вниманию. Журнал «Таймс» за неимением других подходящих кандидатур выбрал ее «Человеком года». Потому что экология – это одна из угроз человечества. Вместе с терроризмом, как писал Ювель Ной Харари, вместе с терроризмом и возможностью войны – это одна из угрозы реальной человечеству. За этой проблемой и угрозой надо следить и привлекать к ней внимание постоянно, иначе потом захлебнемся, то, что называется. Марик. Я, кстати, знаком с Константином Эггерцем. Он действительно очень хороший публицист. Я считаю, что он совершенно прав. Все эти игры в героев, они ни к чему хорошему не приводят. Они приводят к одному – компанейщине. То, о чем говорит Павел Мургулян, это обычная компанейщина. Вот появилась Грета, давайте мы всем скопом ринемся защищать планету. Куда ринемся? На что? То есть никакой конкретной проблемы не поставлено. Вышел нездоровый ребенок, сказал пару слов, его сразу подняли на щит. Вот она пришла, Жанна Дарп, спасибо большое, будем ее кланяться в ножки. А на самом деле задача-то состоит в другом, то, о чем пишет Константин Эггерц. Задача состоит не в этой показухе, не в этой компанейщине, не в этом выборе какого-то очередного идола. А задача состоит в том, чтобы действительно обратить внимание человечества на серьезную угрозу, которая существует сегодня на экологическом пространстве, в сфере экологии. Но говорить об этом надо. Говорить об этом надо, но не делать из этого пиар и без истерики. Не посылать девушку, которая... Марик, сегодня без пиара ничего не происходит вообще, понимаешь? Правильно. Нет ни одного саду. К сожалению, пиар приводит к тому, что он забалтывает в результате проблему. Далеко не всегда. Проблема в результате забалтывается и превращается в шоу-бизнес. Я не знаю, о каком шоу-бизнесе в этом плане ты говоришь. Ты не знаешь, я тебе потом расскажу после передачи. Но как бы это все превращается, еще раз говорю, в показуху, в шоу-бизнес. Девочку начинают таскать на телевидении. А я приведу другой пример. Можно? Да, конечно. Паша, ты должен помнить силу своего преклонного возраста, что была такая очень талантливая девочка, 14-летняя, 15-летняя, Ника Турбина. Она еще в 7-8 лет начала писать стихи. Правда, как бы там говорили, что за нее пишут стихи, неважно. Эту девочку подняли на щит. Один очень известный литератор, не буду его называть. Нику Турбину. И как бы вот ребенок талантливый. То же самое, что с Гретой, только это в поэзии. Вот она. По большому счету ее стихи ничего особенного себя не представляли. Феномен заключался в том, что просто вот ребенок 8-9 лет пишет взрослые якобы стихи. Какое-то время она была на слуху, какое-то время ее возили по городам, как какое-то чудо показывали. Когда она уже вышла за пределы вот этого подросткового возраста, она стала никому не нужна. И в результате действительно талантливый человек, в результате просто сел на иглу и просто кончил жизнь самоубийством. Ей было 36 или 37 лет. То есть вот что сделали. Я очень боюсь, чтобы то же самое не случилось с Гретой. Вот пока она вот нужна, ее там показывают, как это чудо, возят, премия там, где еще, я не уверен, что ее дадут еще в Нобелевскую потом премию. Но вопрос в том, что это калечится психика, то, что произошло с Никой Турбиной, это урок всем, кто пытается вот на таких детях делать себе, а кто-то же на Грете делает, нагревает на Грете, простите, вот эту заколомбуру, руки. Кстати, хочу сказать, что Северн Судзуки живет обычно нормальной жизнью, у нее двое детей. Слава Богу, что от нее отстали. Слава Богу. Я считаю, что пример Турбиной, а я о Грете ничего не говорю. Я считаю, что ты не зря педалируешь на слово дети, девочка в 16 лет, как бы дети, ребенок, это не совсем подходит для нее определение. Я хочу вам, друзья, сказать, в заключение о другом хочу сказать, что журнал «Тайм» определяет человека года с 1927 года, и тогда, в 1927 году, ну, скажем так, победителем, человеком года стал знаменитый летчик Чарльз Линдберг, который перелетел впервые в историю на самолете из Европы через Латнический океан в Америку без каких-либо посадок по дороге. И тогда, и тогда был, и тогда, да, я хочу о другом сказать, что тогда был консенсус в том, что да, Чарльз Линдберг, человек года, сегодня мы об этом спорим. Меняются времена. Меняются времена, меняются и нравы, да, конечно. Информации больше, гораздо, чем было тогда, а раньше легче было диктовать какое-то мнение общественное, сейчас у каждого свой информационный поток, в котором он живет, и поэтому споров будет не меньше. Да и денег больше у того, кто вкладывает. Спасибо, спасибо, друзья, за этот замечательный разговор, спасибо вам, что вы были с нами, всего самого доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok